Вчера, 10 августа, в благотворительный фонд «Люди добрые» доставил детям Горловки гуманитарный груз из Российской Федерации общей массой 200 килограмм. Представители фонда «Люди добрые» Юрий и Виктория уже не первый раз помогают жителям Горловки. Несколько недель назад они организовали выдачу гуманитарной помощи жителям поселка Зайцево. Вот такие учебники очень нужны для дополнительной работы. Я смотрю, история России. Ну, конечно, это просто замечательно. Это просто, кем более, у нас каждый год есть дети, которые сдают еды. Это во-первых. Во-вторых, по этим пособиям можно готовиться и к нашей государственной и друговой аттестации. В России же еще кто-то поступает. А я же говорю, что многие ребята у нас сдают еды. Ну, вот поэтому обязательно нужно, чтобы, ну, сколько мы сегодня оставим, это одно, и мы готовы. Издательство, оно готово нам каждую, чуть ли не каждую неделю. Давайте напишите, что вам нужно. То есть нам, вы бы заявочку подготовили с тем, чтобы вам хотелось. Ведь мы не обещаем, что они это сделают. Но я думаю, что это будет как-то более... Хорошо. Я согласна. Сегодня, 11 августа, в здании администрации Горловки был подписан договор о передаче целостного имущественного теплоснабжающего комплекса в государственную собственность ДНР. Исполняющий обязанности генерального директора ГП «Донбасс Теплоэнерго» Руслан Копленко отметил, что данное событие является знаковым, так как ЧАО «Горловск Теплосеть» является последним теплоснабжающим предприятием, которое перешло в государственную собственность. Значит, в принципе, мы приняли сегодня себе на баланс 42 котельные и все имущество, которое принадлежало городу и когда-то было передано в аренду ЧАО «Горловск Теплосеть». На сегодняшний момент у нас стоит задача проэнтеризировать это имущество и разработать мероприятие подготовки этого имущества к отопительному сезону. Частично что-то предыдущий собственник выполнил. Теперь мы будем включаться в работу, выполнять все необходимые мероприятия в рамках подготовки к отопительному сезону 2016-2018 года. Горловские энергетики попали под обстрел ВСУ во время проведения ремонтно-восстановительных работ на линиях электропередач вблизи поселка Зайцево. Об этом сегодня, 11 августа, сообщил исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...